Подрэншли крок по кроку, позжим А1, лекция пёнта, пятый урок. Новые слова, родина, семья, жёна, жена, монш, муж, сын, сын, осцыпек, это название сыра, такой копчёный козий сыр, его часто на центральных площадях продают, жарят на гриле и подают со сладким соусом. Он, кстати, запатентован только в Польше, осцыпек. Праве, почти, пу, половина, писаш, писатель. Чэншча, кто то ест, який он ест, кто это, какой он. В упражнении 1 нам нужно прочитать текст и ответить на вопросы, и где-то даже поставить вопросы к ответам. Кто ест УВ? Это УВ. УВ-штайн. Он ест с немец, он из Германии. Мешка в Берлине, живёт в Берлине. Ест высокий, пшестойный и беспортуванный. Он высокий, красивый и спортивный. УВ-то бизнесмен. УВ-это бизнесмен. УВ-бизнесмен. Ма 44 лата. Ему 44 года. Люби працовыч. Он любит работать. Итак, ставим вопросы. У нас есть ответ. Кто ест УВ? Это УВ. Значит, мы спросим, кто это. Кто то ест? Кто ест УВ? Кто это? Это УВ. Сконду он ест? Откуда он? УВ ест с немец. УВ из Германии. Дальше мы видим ответ. Он мешка в Берлине. Он живёт в Берлине. И значит, мы можем спросить, где он мешка? Или же где мешка УВ? Где живёт УВ? Следующий ответ. Он ест высокий, пшестойный и беспортуванный. Он высокий, красивый, спортивный. И значит, мы можем спросить, какой УВ есть. Який он ест? Який ест УВ? Кто ест бизнесмен? И мы можем спросить, кто то ест? Кто ест бизнесмен? Кто это? Это бизнесмен. Или малат? Сколько ему лет? Он малат 44 лет. Ему 44 года. Что любит работать? Любит працовыч. Что он любит делать? Он любит работать. То же самое делаем с текстом о Анжеле. Вначале прочтём. Анжела Браун. Англия, Лондон, двадеща, щеды, лад. Лекторка, язык ангельскего. Высока, щуповадна, мода, читать к счётшке. То есть Англия. Какие-то данные о Анжеле нам здесь даны. Англия, Лондон, 27 лет. Учитель английского языка, преподаватель английского языка. Она высокая, худая, красивая, молодая. И читать книги. Наверное, любит читать книги. И мы можем спросить и ответить. Кто то ест? Кто ест Анжела Браун? Кто это? Это Анжела Браун. Сконт она ест и где она мешка? Откуда она и где живёт? Она ест из Англии и мешка в Лондоне. Она из Англии и живёт в Лондоне. Яка она ест? Анжела ест высокая, щуповадна и мода. Анжела – то лекторка языка ангельскего. То есть какая она? Анжела высокая, худая, красивая, молодая. И она преподает английский язык. Или она малат? Анжела ма 27 лет. Сколько ей лет? Ей 27 лет. То она любит робить? Она любит читать к чёмушке. Что она любит делать? Она любит читать книги. Упражнение 3 предлагает каждому из вас рассказать о себе, ответив на вопросы. Як машна имя? Как твое имя? Як ще называш? Имя, фамилия? Сконт ест ищ? Откуда ты? Где мешкаш? Где ты живёшь? Яки ест ищ? Яка ест ищ? Описать себя. Или маш лад? Сколько лет? Цо любишь робить? Что любишь делать? А мы с вами продолжим изучать числительные и посчитаем уже до 100. Десятками будем считать. Мы уже знаем цифру 20. Два дешча окончанием шча. 30 и 40 будет окончание шчи. Ши дешчи, штер дешчи. Всё, что от 50 и дальше, считается десятками. Добавляем дешчонт. Цифра и дешчонт добавляем. Пенч дешчонт. Шесть дешчонт. Щедем дешчонт. Ощем дешчонт. Девенч дешчонт. Сто. Здесь мы видим умножение. Умножить. В польском языке мы скажем таким образом. Два раза дешч. Тши разы дешч. Ощем разы дешч. Дешчонт разы дешч. И давайте потренируемся. Вспомним до 20, как мы считали, и десятки. То есть мы будем парами говорить 12, 20, 13, 30, 19, 90. Я повторяю вслух, и вы повторяете за мной также вслух. Дванасче, двадесьча. Тшинасче, тридесячи. Чтернасче, чтердесьчи. То есть мы обращаем внимание на окончание. Двадесьча, чат, тридесячи, чтердесьчи. Пятнасче, пеньч, дешчонт. От пятидесяти уже пошли десятки. Дешчонт. Шеснасче, шесть дешчонт. Щедемнасче, щедем дешчонт. Ощемнасче, ощем дешчонт. Девятнасче, девять дешчонт. Давайте посчитаем от нуля до ста. Вспомним все цифры. Йеден, два, три, чтеры, пеньч, шесть, щедем, ощем, дешенч, дешенч. Ноль, зеро. Все, что от десяти у нас до двадцати, мы добавляем нащче. Йеденасче, дванасче, тринасче, чтернасче, пятнасче, шестнасче, щедемнасче, ощемнасче, девятнасче, двадешча. И теперь посчитаем десятками. Два дешча, тридешча, штердешча, пеньч дешчонт, шесть дешчонт, щедем дешчонт, ощем дешчонт, девень дешчонт, сто. Все, и перейдем к упражнению, потренируемся. Чвечение номер три, математика, или то есть. Упражнение номер три, математика, сколько это? Здесь мы видим примеры, называем все словами и поехали. Проговаривайте, пожалуйста, все вслух. То, пеньч дешчонт, штеры, пятьдесят четыре. Чтернасче плюс тридешча, чеши, ест, чтердешче, щедем, сорок семь. Равно можно говорить то, или можно говорить ест, или можно говорить рувнаща. Шеснасче плюс тршинасче, рувнаща двадешча девять, двадцать девять. Тридешче три плюс чтердешче чтеры, то седем дешчонт, седем, семдесят семь. Седем дешчонт два плюс ощемнасче, то дзевень дешчонт, девяносто. Седем дешчонт девенч минус еденащче, ест шешдесят осем, шешдесят восем. Шешдесят пеньч минус двадешча два, то штердеще три, сорок три. Дзевень дешчонт шесть минус дванасче, то осемдесят штеры, восемдесят четыре. Щедем дешчонт щедем минус пеньч дешчонт пеньч, то двадешча два, двадцать два. Сто дешечч минус джевеньч, то сто еден, сто один. И прочтем, переведем диалоги. Диалог номер еден. Кароль, сколько ты имеешь лет? Сколько тебе лет? Прави ощемнасче, почти восемнадцать. Прави? Почти. Щедемнасче и пу? Семнадцать и половина, то есть семнадцать с половиной. А ты? А я мам двадешча лад. А я имею двадцать лет, а мне двадцать лет. И второй диалог. Или пани ма лад? Сколько пани имеет лет? Сколько вам лет? Длачегу пыташь? Почему ты спрашиваешь? Чи вичай личебники? То есть я упражняюсь в числительных, тренирую циферки. Веш в Польске не пытамы кобет, или маю млад? Ты знаешь, в Польше не спрашиваем у женщин, сколько им лет. То трохи неэлегантско. Это немного неэлегантно. Але нема проблему. Но нет проблемы. Я мам штердесче три лада, мне сорок три года. А мой муж Грегош штердесче пенч лад. А моему мужу Грегошу сорок пять лет. Если дословно, а мой муж Грегош имеет сорок пять лет. И мы подошли к вопросу, или маш лад, или маш лад, сколько тебе лет? Или сколько? Маш, имеешь лад, лет. Сколько тебе лет? Давайте рассмотрим подробно. Когда мы на ты, мы спрашиваем, или маш лад? Также можем спросить, или пан ма лад? Или пани ма лад? Сколько пан или сколько пани имеет лет? Или они ма лад? Или они ма лад? Сколько им лет? Смотрите, когда у нас есть циферка один, мы говорим рок. Еден рок. Слово рок мы используем только с одной единственной циферкой один. Еден рок. Когда у нас есть цифры два, три, четыре, и числа, которые заканчиваются на два, три или четыре, кроме двенадцать, тринадцать, мы говорим лада. Мам чтердесче два лада. Мам тридесче три лада. Мам, не вен, там, девіндещонт два лада. Мам шестьдещонт чтеры лада. Мам два лада, три лада, чтеры лада. То есть цифры два, три, четыре, и числа, которые заканчиваются на два, три, четыре, мы говорим лада. Все остальные цифры, сюда же двенадцать, тринадцать, четырнадцать, мы скажем лад. Мам чтердесче пенч лад. Мне тридцать пять лет. Мам двадесче еден лад. Мне двадцать один год. То есть мы видим, что рог только когда циферка один. Когда стоит в числе она последней цифрой, то все равно мы говорим лад. Почитаем несколько примеров. Моя джетско ма до перо еден рог. Моему ребенку только один год. Помню, что с возрастом мы используем слово до перо. Петр уже совершеннолетний, ему восемнадцать лет. Видим циферка восемь в конце, значит говорим лад. Добрый день, сколько пани лет? Добрый день, мам, тридцать четыре лада. Мне тридцать четыре года. Циферка два, три, четыре, мы говорим лада. Аня учится в четвертом классе, класса женского рода в польском языке, поэтому в четвертом классе, ей девять лет. Циферка девять, мы говорим лад. То есть это не единичка, не два, три, четыре. В этом году я иду на пенсию, и мне шестьдесят пять лет. Пятерочка, значит мы говорим лад. Он мат штордеще два лада и ест директором фирмы. Ему сорок два года, и он директор фирмы. Циферки два, три, четыре, мы говорим лада. Моя бабча ма шестьдесят еден лад и цодженне она езждет ровером по парку. Моей бабушке или моя бабушка имеет шестьдесят один год, и она ежедневно ездит на велосипеде по парку. Шестьдесят еден, здесь нету просто одной цифры один, нету два, три, четыре, поэтому мы говорим лад. Аня скончила шесть лад и в тым року уйдет до школы. Аня исполнилась шесть лет, и в этом году она пойдет в школу. В русском языке мы говорим нам исполнилось сколько-то лет, в польском языке заканчиваются. Например, когда ребенку исполняется один год, он уже прожил этот год своей жизни, и ему закончился уже один годик, начинается второй год жизни. Поэтому в польском языке говорит Аня скончила шесть лад. В четырдесят ещедем лад за чином учатся языка польский язык. В сорок семь лет я начинаю учить польский язык. Цифра семь, здесь не один, просто один, не два, три, четыре, поэтому мы говорим лад. Также на день рождения в Польше принято петь песенку не happy birthday to you, а поют Можете, кстати, найти в ютубе, послушать песню. Там много-много куплетов, но обязательно поют вот эту часть, первый куплет. Сто лет, сто лет. А мы с вами идем дальше. Чвеченье чварто, упражнение четвертое. Нам нужно к циферкам добавить слово. Рок, лада, лад. Подсказочка есть у нас. Давайте выполним. 65 лет, 7 лет, 18 лет, 84 лет, когда у нас 2, 3, 4 или в конце числа, 2, 3, 4, кроме 12, 13, 14, мы добавляем слово «lata». Давайте сделаем упражнение номер 5. У нас есть фотографии. И нам нужно примерно сказать, придумать, сколько им лет. Здесь обратите внимание на слово «рок», «lata», «lat». Здесь написано «оно-ма» и слово «рок». Значит, может быть только один. «Оно-ма» и «еден рок». Мужчина, нарисован такой старенький, «оно-ма» и слово «lata». Значит, здесь в конце числа можно сказать 2, 3 или 4. Давайте скажем, что ему 83 года. «Оно-ма» ощем дещун тши лата. Дальше. Молодой мужчина. И здесь написано «лат». Значит, могут быть любые цифры, кроме 2, 3, 4 в конце. Можем сказать, что ему 37 лет. «Он-ма» тши деща щедом лат. Девочка. «Она-ма» дещинч лат. Молодая женщина. «Она-ма» на пшик вот тши деща два лата. Раз написано слово «lata», значит, в конце должно стоять либо 2, либо 3, либо 4. Упражнение 6. У нас написан возраст. И нам надо также сказать «лат» или «lata». Почитаем пример. «У-ве-ма» тши деща чтеры лата. Потому что четвёрочка. В конце мы говорим «lata». В конце у нас 2, 3, 4, какой-то нас запоминаем. Манг-жегош ма чтердеще пенч лат. Мамима дваддеще лат. Чэнш-цэ – заводы, профессии. Завуд – профессия, заводы – профессии. Прочитаем, как называются профессии, которые у нас показаны на фотографиях. Кэльнер – официант. В польском языке есть разделение на женское название профессии и мужское название профессии. Кэльнер – официант, мужчина. Кэльнерка – официант, девушка. Научичель – учитель, мужчина. Научичелька – учитель, девушка. Фотограф – фотограф. Танцэш – танцор. Женщина – танцерка. Ужендник – чиновник. Актор – актёр-мужчина. Акторка – актёр-женщина. Информатик – какой-то программист или же информатик. Рольник – тот, кто работает в сельском хозяйстве. Фермер. Музык – музыкант. Инженер – инженер. Бизнесмен – бизнесмен. Дженникаш – журналист-мужчина. Про женщину мы скажем дженникарка – журналистка. Полицьянт – полицейский. Кухаш – мужчина-повар. А женщине мы скажем кухарка. Дентиста – стоматолог-мужчина. Дентистка – стоматолог-женщина. Эмерит – пенсионер. Эмеритка – пенсионерка. Лекарь – врач. Лекарка – женщина-врач. Итак, есть название профессий в мужском роде и название профессий, которые относятся к женщинам. Как правило, добавляется «ка» в конце. Давайте прочтём. Бармен – барманка. Эмерит – эмеритка. Пенсионер – пенсионерка. Кельнер – кельнерка. Официант – официант-девушка. Научитель – научичелька. Учитель – учительница. Также бывает, что происходит альтернация звуков. Ж, например, меняется в Р, когда мы говорим о профессиях женских. Лекарь – лекарька. Доктор – доктор-женщина. Дженникаж – дженникарька. Журналист – журналистка. Кухарь – кухарька. Повар-мужчина – повар-женщина. Танцер – танцерка. Танцор и танцовщица. И ещё пару профессий. Артыста – артыстка. Поэта – поэтка. Дентиста – дентистка. Здесь мы видим, что в мужском роде, но окончание как будто женского рода – а. Но в женском роде мы добавляем ка. К. Буковка ка у нас ещё появляется. Артыста – артыстка. Дентиста – дентистка. Есть слово ещё коллега и коллежанка. Часто почему-то на начальном этапе изучения русского языка путают. Коллега – он, а коллежанка – то она. И, увага, внимание, есть название профессии, которые и к мужчинам, и к женщинам относятся, и произносятся одинаково, без изменений. Архитект – архитектор, таксувкаш – таксист. И пан, и пани таксувкаш будет. Инженер, министр, президент, музык, фотограф, керовца, профессор – пан профессор, пани профессор. Полейное учреждение номер три. Очередное упражнение номер три. Нам нужно сказать, кто это и какой он, какая она. Слова нам предлагают взять из рамочки. И давайте прочтём. Это талантливая актриса. Кто то есть? Кто есть аттракционный актор? Джонни Депп. Это привлекательный актёр. Кто то есть? Кто есть добрый малаш? Ван Гог. Это хороший художник Ван Гог. Кто то есть? Кто есть уталентованный политик? Лех Вауэнса. Это талантливый политик Лех Вауэнса. Спасибо за субтитры Алексею Дублю.